Продолжение следует... Он воюет, чтобы защитить слабых и тех, чья свобода находится под угрозой. Оптимус отлично понимает, что для достижения этой цели необходимо навсегда разгромить десептиконов. Однако при всем этом он исключительно благородная натура и не способен нанести удар в спину даже злейшему врагу. Несколько раз спасал жизнь самому Мегатрону. Главная цель Оптимуса Прайма – сохранение мира и жизни во вселенной, ради которой при необходимости он готов действовать даже совместно с десептиконами. Оптимус старается усовершенствовать окружающий мир, по возможности не прибегая к насилию, но если потребуется готов сражаться за правое дело. Оптимус Прайм является носителем Матрицы Лидерства, которая хранит в себе мудрость, накопленную автоботами за многие миллионы лет. Матрица дает Прайму ответы на самые сложные вопросы, помогает руководить автоботами в любых, даже самых экстремальных ситуациях и бороться с десептиконами. Впервые на телеэкране Оптимус Прайм появляется в мультсериале Трансформеры Первое Поколение 1984 года. В 1986 году Оптимус появляется в мультсериале Трансформеры Боевой Год. В этом же году Прайм засветился в мультсериале Трансформеры Муви. Неважно какой ценой. Прайм! Один останется, один падет. Я ждал этого целую вечность. Все кончено, Прайм! Никогда! В 1987 году лидер автоботов появляется в мультсериале Трансформеры Властоголовы. Что это? Это пиявки-паразиты, оставшиеся от доисторических времен. Ты ощущаешь, как сила притягивает нас. Полагаю, источник энергии у нас единый. Оптимус Прайм, ты умрешь здесь! Оптимус Прайма атаковали циклон и прилипала. Далее Оптимус Прайм появляется в мультсериале Трансформеры Войны Великой Силы 1988 года. Воинам Десептиконов Чернокрылую Смерчу ни разу не удалось победить Оптимуса Прайма. И они стали терять уверенность в себе. Трансформируюсь! В 2002 году Прайма можно увидеть в мультсериале Трансформеры Армада. Не вмешивай детей в нашу битву, Мекатрон. Или узнаешь силу моего гнева. Ты смеешь угрожать мне, Оптимус Прайм? Чтобы я пропустил такое веселье? Вижу, ты не утратил чувство юмора. Ты промахнулся! В 2004 году Оптимус появляется в Трансформерах Энергон. Далее Оптимус Прайм присутствует в мультсериале Трансформеры Кибертрон 2005 года. В первом фильме про Трансформеры 2007 года Оптимус Прайм во главе небольшого отряда самых надежных бойцов прибывает на Землю в поисках Великой Иск. Невероятно мощного источника энергии, способного порождать целые миры. В этом же году Прайма можно увидеть в мультсериале Трансформеры Анимация. В 2009 году Оптимус появляется во второй части фильма Трансформеры Медик. Пустая трата металла. В 2010 году Оптимус появляется в мультсериале Трансформеры Прайм. Который продлился до 2013 года. В этом же году Лидера Автоботов можно увидеть в веб-сериале Трансформеры Кибермиссии. В 2011 году выходит третий фильм Трансформеры Темная Сторона Луны. Где Оптимус Прайм и Автоботы стали помогать своим союзникам в решении международных конфликтов. В 2012 году Прайм появляется в мультсериале Трансформеры Пот и Спасатели. В 2013 году Оптимусу можно заметить в мультсериале Трансформеры Прайм. В 2014 году выходит очередная часть фильма Трансформеры Эпоха Истребления. После боя в Чикаго Прайма обнаружили локдаун и бойцы отряда Могильный Ветер. Автобот был тяжело ранен, но сумел не только уйти, прежде чем потерял способность двигаться, но и предупредить других автоботов. В 2015 году Прайм засветился в мультсериале Трансформеры Роботы под прикрытием. В пятой части Трансформеры Последний Рыцарь 2017 года Оптимус Прайм прилетает на Кибертрон, где встречает Квинтессу, которая берет его в плен и рассказывает ему о Юникроне. В 2018 году Оптимус появляется в мультсериале Трансформеры Киберверс. В этом же году в начале фильма Бамблби Оптимус Прайм принимает участие в битве за Кибертрон, но из-за превосходства десептиконов ему пришлось отступить к крепости, откуда автоботы эвакуировались на другие планеты. Оптимус отправляет Бамблби на найденную планету Земля, чтобы построить базу и защитить планету. Мы будем сражаться, но сначала надо найти убежище. Я обнаружил планету, где можно укрыться, защищая эту планету. Если десептиконы найдут ее, наш народ будет обречен. Редактор субтитров А.Семкин